Утром 15 марта в Оренбургской области стартовали президентские выборы. Одним из первых избирателей стал губернатор Денис Паслер. Голосование и выбор президента в России – это событие планетарного значения. Нет сомнений, что организовано все, и эти все три дня будем работать для того, чтобы жителям было удобно, чтобы все могли прийти и проголосовать на своих избирательных участках, в чем, конечно, я и призываю еще раз наших жителей Оренбургцев обязательно прийти. Для голосования подготовили все необходимое. В области открыто 1511 постоянных и 42 временных избирательных участка. В среднем на один пункт приходится порядка 3000 человек. Для удобства завезли специальные электронные устройства для подсчета голосов. У каждого члена комиссии соответствующее удостоверение, бейдж или нагрудный знак с логотипом выборов. Первый день голосования на главных выборах страны, выборах президента Российской Федерации. Все 1553 избирательных участка открыты, без происшествий, без нюансов. Техника работает, комплексы обработки избирательных бюллетеней запустились. На некоторых избирательных участках в Оренбурге тестируется новинка для избирателей с нарушением зрения. Тифломастеры. С помощью электронного устройства проголосовал Антон Чигарев. Традиционно незрячие избиратели региона могут воспользоваться на участках трафаретами и информационными материалами, выполненными специальным шрифтом. Тифломаркер – это очень удобно. Не нужно никого просить помочь, потому что теперь я сам могу узнать, что написано в бюллетене. Рад принять участие в выборах президента России таким новым для меня способом. Уже с 8 утра люди выстраиваются в очереди на избирательных участках. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, ожидаемая явка – 71%. Поддержать свою страну, поэтому мы здесь. Патриотизм всегда должен быть в стране. Нужно выразить свою гражданскую линию, обязательно проголосовать. Выбор президента – это в любом случае праздник. Мой выбор – это моя будущая жизнь. Нужно показать свою позицию. Мы должны показать всем и себе прежде всего, что мы вместе. Гражданин своей страны и выборы, то есть должны все участвовать сознательные граждане. Переживаю за своих детей, за их будущее. И сегодня каждый гражданин нашей страны должен сделать свой выбор. Напомним, в выборах принимают участие 4 кандидата. Владислав Дованков от партии «Новые люди». Депутат Государственной Думы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. И действующий глава государства – самовыдвиженец Владимир Путин. Голосование будет проходить до 17 марта. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.